Субтитры сделал DimaTorzok 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 В Казани первую игру 2-4, но затем вот здесь в Крылатском взяли убедительный реванш 12-2, и решающую игру выиграли со счетом 5-1. А в полуфинале взяли трижды верх над Уральским Трубником. Ну, здесь была история тоже примечательная, потому что по всему Динамо должны были выходить на Енисей, но посеянный всего лишь шестым, Уральский Трубник смог выиграть четвертьфинальную серию у Енисея. Выиграл сначала дома, а затем в Ульяновске ответную игру на нейтральном поле. Это было связано с тем, что в Красноярске проходили матчи универсиады, матчи хоккейного турнира универсиады, и, собственно, Енисею было негде играть на своем льду, на открытом не решились, там не готов был стадион Лохомотив, тем более, что это очень теплые дни были, неожиданно теплая зима в Красноярске, ну, точнее, начало весны, да, это было начало марта уже. И в итоге Енисей принимал первоуральцев на нейтральном поле в Ульяновске и проиграл второй матч тоже. И поэтому вот «Динамо» с уральским Трубником встретилась в своей полуфинальной серии, выиграла трижды. После этого, кстати, первоуральцы обыграли в серии за третье место Иркутскую «Байкал Энергию», 6-5 и 7-2, два матча в пользу уральского Трубника, и впервые в истории отечественного хоккея первоуральская команда стала призером чемпионата России, завоевала бронзовые медали, с чем ее можно поздравить. Это вот такие первые итоги уже мы можем проводить нынешнего сезона. Ну, на самом деле, это хорошая штука, потому что очень много воспитников первоуральского хоккея, вот есть они в том числе и в командах-финалистах. Ну, Павел Булатов, например, да, чтобы далеко за примерами не ходить, один из опытнейших защитников московского «Динамо», многократный чемпион мира, семикратный, если не ошибаюсь, чемпионом России тоже был в составе «Динамо», но он воспитник первоуральской школы, и таких воспитников можно много найти в каждом буквально поколении российских хоккеистов. Ну, вот теперь и клуб, и команда первоуральская тоже вошла в историю. Евгений Иванушкин работает «Динамской командой», официально исполняющим обязанности главного тренера является Сергей Тарасов. Ну, это связано с некоторыми бюрократическими моментами, но у Евгений, совсем недавно закончивший свою карьеру игровую, вот теперь в качестве тренера себя проявил очень-очень неплохо. Ну, и Михаил Юрьев, главный тренер и СКА «Нефтянника», и национальной сборной России, которая подтвердила свой статус чемпионский и выиграла в этом году финальный матч у шведов. Ну, это дела уже прошлые, во-первых, потом это дела сборных, которые сегодня у нас не очень касаются. Стартовый состав. СКА «Нефтянника» Виктор Каменев в воротах, четвертый Юрий Викулин, двадцать пятый Василий Грановский, капитан команды, шестьдесят шестой Валерий Ивкин. Это защитники, полузащита, пятнадцатый Алан Джусоев, двадцатый Янис Бефус, двадцать первый Юрий Шердаков, семьдесят восьмой Максим Ишкельдин и восемидесятый Александр Ким. И нападающий Артем Бондаренко, пятый номер, Эрик Петерсон, девяносто пятый. Ну, и сразу тогда запасных назову тех, кто на скамейке этот матч начнет. Это десятый номер Павел Рязанцев, девятнадцатый Олег Толстихин, двадцать четвертый Александр Антипов, тридцать четвертый Юрий Бондаренко и шестьдесят первый Денис Потемин. Да, девяносто третий, еще Денис Лапшин и запасной вратарь Артем Бурдаст. Ну, и с динамическим составом тоже познакомимся. Артем Драничников будет защищать сегодня ворота. Хотя вот в одном из предыдущих матчей там была замена, разделили игровое время Драничников и Андрей Рейн. Он пока на скамейке. Четвертый Иван Щеглов, пятый Андрей Золотарев, тридцать второй Павел Булатов, три защитника. Дальше Артем Гутенко, девяносто первый. Восемнадцатый Сергей Шабуров, капитан команды девятнадцатый. Михаил Сергеев, семьдесят первый Максим Василенко. И нападающий Владислав Тарасов, номер семь. Дмитрий Барбаков, номер двадцать один. Евгений Филиппов, номер семьдесят. Андрей Рейн уже представил. Остальные запасные. Двадцать четвертый Александр Легошин, двадцать седьмой Дмитрий Стариков, пятьдесят пятый Павел Пожилов, восьмидесятый Евгений Мельников и двенадцатый Роман Дарковский. Сергей Тарасов, исполняющий обязанности, главного тренера московского Динамо. Ну и, собственно говоря, уже команда на льду, игроки на льду. И видим мы вот эту предматчевую празднику. Это второй ротарь хабаровской команды. На сегодняшний матч. Артём Бурасов сегодня нет в заявке Дениса Рысева. Хабаровчане в желтой форме. Ну, вообще, красный-чёрный цвета считаются. Ну, вот, и жёлтый тоже присутствует и в основной форме, и в, так сказать, гостевой. Ну, и бело-голубое Динамо. Судей тоже надо представить. Дмитрий Добрянский из Кемерово, Григорий Бабашкин, вот на ваших экранах, из Волгодонска, и Дмитрий Аникин из Казани. Они сегодня судят третий матч финальной серии. Серии, в которой хабаровчане пока впереди 2-0. И мы ждём начала третьего матча. Разные-разные были игры. Я уже говорил, Динамцы выигрывали у Хабаровска по ходу, сезона по ходу регулярного чемпионата. Это была очень напряжённая игра в финале кубка, где за счётом 3-1 хабаровчане победили в Сыктывкаре. Это было в декабре, а в январе в матче за Суперкубок там как раз убедительная победа была, очень убедительная с Каневтянника. Со счётом 10-2. И таким образом получается, что 4 матча из предыдущих 6-ти выиграли хабаровчане. Одна ничья была и одна победа Динамо. Павел Рязанцев, один из самых опытных игроков из Каневтянника. Я сказал, он с Динамо играл. Играл Янис Биафус, и его вообще в какой-то мере можно назвать динамовским воспитанником. И, конечно, капитан команды Василий Грановский, который в составе московского Динамо, если не ошибаюсь, 6 раз выиграл чемпионат России. Вообще, он восьмикратный чемпион. Ну, вот два последних сезона вместе со Сканевтянником побеждал. А все остальные его титулы относятся ещё ко времени выступления за московское Динамо. Предматчивое такое коротенькое совещание по-судейское. Ну, на самом деле, болельщиков не так много, как хотелось бы видеть на финальном матче. У Динамо вообще сложная история, поскольку у многих игры нынешнего сезона они проводили утром в будние дни. Ну, естественно, сложно было ожидать высокой посещаемости, при том, что в Москве вообще не очень охотно ходят на хоккей с мячом. Ну, думаю, что все-таки самые порядные болельщики изыставили возможность посетить игры любимой команды. Ну, и вот сегодня, ну, вы видите, противоположно от камер трибуны. Она вообще пуста, то есть хватило одной, чтобы разместить всех приехавших сюда в Крылатское. Ну, видимо, так долго все добирались, что вот в итоге задержали начало матча, поскольку, собственно говоря, игра уже должна была начаться 10 минут тому назад. Ну, пока, пока еще ждут. Судьи, ну, вот нам пока представляют так потихонечку игроков. Это Владислав Тарасов был, сейчас на 70-й номер Евгений Филиппов. Тарасов, Барбаков и Филиппов. Три лучших бомбардира. Динамо в этом сезоне, ну, 43 мяча Тарасов забил. Сын, кстати, исполняющего обязанности главного тренера, который начинал свою карьеру в Кемеровском Кузбассе. Ну, собственно, не только начинал, а он является по сей день лучшим бомбардиром Кузбасса в истории этого клуба. И вот Владислав родился как раз в Кемерово. Ну, сейчас он играет за Динамо Московское. Евгений Филиппов на один гол меньше имеет на своем счету. 42 и 25 на счету Барбакова. А тройка лучших бомбардиров в Каневтянек. Они, собственно, лучшие бомбардиры вообще чемпионата России. И 71 гол у Артема Бондаренко. 66 – Эрик Петерсон. И вот 62 забил 37-летний Павел Рязанск. Ну, все вроде закончена разминка. Сейчас мы увидим предматчевую церемонию с исполнением гимна России. И затем будем смотреть хоккей. «Артемия» «Никарал» 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 Внимание! Звучит государственный гимн Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вообще, по-хорошему, здесь 10 минут на удаление. Ну и Динавчу разыгрывает штрафной Юрий Бекулин. Прошу прощения, это был Щеглов, конечно же. Иван Щеглов пробил поворотом. Ну и впервые вступил в эту игру Кабаковский. А теперь... Виктор Каменев. Кстати, вот в первом финальном матче, да, при всей напряженности борьбы... Все лишь одно удаление было на две команды. Во втором уже побольше штрафных минут, особенно, Кене. Ну, конечно, собрало игравшего в гостях. Хорошая передача, и вот не удается обыграть Андрея Золотарева. И смотришь, ну, представляете, 47 лет. Он все равно уже один из лучших защитников российского чемпионата. Он человек, который чемпионат... Чемпионом России только становился 14 раз. И вообще масса у него титулов. И повторю, его достижения... Динамо, он сыграл, кстати, всего два человека. В чемпионатах Советского Союза или России больше 500 игр имеют за московское динамо. Легендарный Владимир Клювунов первым был. Вот второй теперь Андрей Золотарев. И сейчас, собственно, именно он не позволил создать опасный момент, потому что Бондаренко уходил и уже выходил прямо на ударную позицию. Но выбил у него мяч Андрей и не таким образом сорвал атаку хабаровской команды. Еще оброс еще один опытный год. Сейчас он, правда, ошибся, но, тем не менее, мы уже говорили о том, как прогрессирует динамская молодежь и каких замечательных игроков они воспитали. Вот в этом, я думаю, заслуга и тренеров, естественно, тоже, но и тех опытнейших игроков, которые иногда являются фактически тренерами и вот к которым, прежде всего, можно отнести Золотарева и Шабурова. Ну, кстати, сам Евгений Иванушкин, да, до последнего времени ведь. Он тоже подобные функции выполнял, но теперь уже будет заниматься непосредственно тренерской работой. Слева проход Парасова и попытка сделать прострел в штрафную, но там... А что там? Там судьи смотрели на нарушение у игрока от атакующей команды. Это Максим Ишкедин и проникающую передачу хотел сделать партнер хорошо там по центру. Открывался, но и защитники Динамо эту передачу контролировали, а вот издали можно пробить. И посмотрите, мяч отскакивает от голкипера, но здесь положение вне игры. Бил Пожилов, и мне кажется, Каменев не очень-то справился с этим ударом, потому что мяч от его щитка отлетел прямо перед голкипером, и там вполне могло быть опасное добивание, если бы не было положения вне игры. Ну, вот так Динамовцы тоже отвечают, 7 минут позади. Ну, по-прежнему, как мне кажется, игровая инициатива у Хабаровчан, но вот и Динамо, выдержав этот стартовый натиск, отвечает. И издали теперь пытается пробить Филинбов. Попадает в клюшку защитнику, а мяч у Алану Джусоев. Ну, Джусоев, конечно, очень серьезное приобретение. Ну, в последние годы с Хабаровском едва ли кто может конкурировать на трансферном рынке, так называемый. И если уж и хабаровчане хотят игрока себя заполучить, в общем, тут даже сложно не спорить. И Джусоев, который в свое время ушел из Красноярского Енисея, причем не просто ушел, уехал вообще в Швецию играть, вот вернувшись в Россию, он тоже выбрал сканифтяник. И плюс к и так очень сильному чемпионскому составу еще вот один игрок сборной России. Ну, просто игрок, один из игрок сборной России. Атака опасный и первый гол от Юрия Шердаков. На самом деле, Шердаков с любой дистанцией может неотразимый удар нанести, а здесь он уже был в радиусе. И, ну, Драничников, вот, мне кажется, так с упреком смотрит на своих защитников, потому что дали пробить из такой ситуации Юрию. Открывает он счет в этом матче 1-0. Сканифтяник выходит вперед. Может, не так много Шердаков забивал, это всего его 12-й гол в чемпионате. Ну, посмотрите, как все здорово было сделано, а удар просто шикарный. Удар, ну, который, конечно, ни один вратарь мне возьмет под дальнюю штангу на высоте где-то так полметра. Надо льдом мяч полетел, ну, и пытался там Бутенко все-таки сблокировать этот удар, протягивал клюшку, но не смог этого сделать. И Шердаков открывает счет в матче. Ну, возможно, логично, что хабаровчане забивают первыми, исходя из того, что мы видим на льду. Ну, теперь, теперь чем ответит Динамо. Петерсон глубоко назад вернулся, хабаровчане раскатываются. Вот тут в центре их не встречают, тут Динамовцы. Зато там очень плотно, насыщенно у них. Перед своей штрафной. Пешки один. Верхом пытается забросить, там Рязанцев открывался вперед, ну, сложно было мяч поймать с лету. Шабуров. Ну, один пока Сергей Шабуров, тем не менее, смотрите, мяч удерживает. Дождался поддержки, подхватывает мяч Мельников. И здесь, ну, угловой в любом случае, вообще мяч попал в руку хабаровскому игроку. Ну, еще один молодой полузащитник Динамо, Евгений Мельников, 96-го года рождения. Ну, вообще, смотрите, Барбаков, 97-го, Филиппов, 97-го, Никита Иванов, но его уже, кстати, неудобно даже, так, первую главу, динамсер, разыграли, был удар-поворотом, но он справляется здесь хабаровчане. Никиту Иванова вообще неудобно молодым игроком называть, хотя ему 22 года всего, но он уже и чемпионат мира выиграл, и в сборную не первый год, да, привлекался. Максим Василенко, 92-го, он постарше, но вот его дебют в сборной только в этом сезоне случился. 97-го года Пожилов, 95-го Артем Бутенко, вот это все молодые игроки динамские будущие команды, ну, всего, наверное, российского хоккейства, ничего. Максим Шкельдин, ну, сам решил пробить, но, наверное, для Граничникова такие удары не то, чтобы не опасны, но вполне с ним справляется. Пожилов отдает направо. Максим Василенко и отворот все-таки от динамского игрока, мяч уходит. Максим Василенко, 71-й номер, ну, а это вот удар Пожилова, это один из предыдущих эпизодов. Мяч повторяет, и вот удар, после которого так отскочил мяч от Калтипера. Золотаров прерывает очередную атаку с Каневтяника. Атаку своей команды он начал повыбула. Посмотрите, куда поехал, и это такая попытка, ну, скорее всего, главой заработать, но... А может, мяч и дошел бы до кого-то из нападающих. И в итоге получился аут. 13-я минута первого тайма. Здесь нет никого слева, и мало того, что атаки не получилось, контратака может быть, я не с Бефус. Классную передачу делал Бефус на накатывавшегося Павла Рязанцева. Ну, там мяч подскочил, не смог, Рязанский остановитель толстиком возвращает назад. Ну, хороший проход был, Бефус и зрячая, зрячая передача, и молодец в данном случае Павел Булатов, который успел вернуться, между прочим, помните, после своего рейда по нахлангу, и вот, соответственно, остановил... Атаку остановил голевой момент, увар от своей команды. Шердаков, наверное, не дают ему сделать передачу. Старико показывается на льду, но нарушений нет. Вернул мяч Булатов. Динамский аут. Пока гол Юрия Шердакова единственная в этом матче. Ну, тоже, кстати, я бы не сказал, что это совсем чистый силовой прием. Тарасов впереди, на переднем краю атаке. Ну, там, судя, внимательно за отсайдом усмотрают. Юрий Бондаренко, 34-й номер, появился на поле. Чемпион хоккейного турнира универсиады, который проходил совсем недавно в Красноярске, где российская сборная, мужская российская сборная, в общем, за явным преимуществом. И победила всех своих соперников, и шведов в том числе. А у нас первое удаление в матче, и впервые достает из кармана синюю карточку. Дмитрий Добрянский и Юрий Шердаков на 10 минут удален. И вот Динамо получает пока числе преимущества. На самом деле, неплохо было бы Динамсом использовать этот момент. Даже не в том смысле, что забить будет вообще идеально. А все-таки добиться какого-то перелома в игре, потому что, ну, как я не могу сказать, что Динамсцы игру вырованы. Они ведь играют дома, пусть и они сегодня не фавориты. Вот и болельщики тоже, Динамсцы, и понимают важность момента. Опять же, этих моментов важных, наверное, еще будет много в матче, но если будет борьба. Да, а вот проиграть прямо так, в начале, конечно, никто не хочет. Шабаров пока держит мяч. Перевод на Булатова. Ну, да, вот, когда я называл заслуженных, перечислял заслуженных игроков. Динамо, это за что был удален? Юрий Шердаков за верлежку. Спасибо режиссеру, повторяю на этот момент. Ну, формулируется эта остановка мяча неразрешенным способом, да, в правилах, такая вот формулировка. Подать штрафную здесь столкновение с участием Барбакова. Ну, нарушений нет. И Миккар Каминов выводит мяч от ворот. Ким. Ну, что, ну, нет, за прощение, это у нас был Джесаев. Теряли мяч Хабаровчане. И Тарасов откатывается на свою половину. Ну, Хабаровчане тоже особо не рискуют. Там вдали от своих ворот дают. Динамо сам раскатится. А вот дальше здесь уже встречается. Смотрите, какой проход получается у Старикова. Два игрока Хабаровска выронили клюшки, пытаясь ему помешать. И у Динамо тут же момент. И не забивает Барбаков. Отличный шанс. Лучший пока момент у Динамо. И еще одна прострельная передача подставлялся под мяч Тарасов. Там клюшку подставить было нереально. Он просто хотел его остановить таким образом, но не получилось. Лучший тут же ответ на Петерсон в одиночку не пробивается, хотя удар по клюшке фиксирует арбитры. Если не по руке. На всяком случае Петерсон морщится. Ну вот момент. И пытался в дальний угол. И прям в руку вратарю попал Барбаков в этом моменте. Ну а это вот уже его окончание. Все-таки клюшку подставлял Тарасов. Как вот не силен был этот прострел. Он успел клюшку немножко поднять. И мяч даже в нее попал. Просто не отскочил в нужном направлении. А то был бы эффектный гол. Слет забитый. Ну вот и момент у Динамо был. Момент неиспользованный. Но началось все, напомню, с прохода замечательного Дмитрия Старикова. Который так мощно катил вперед, что два игрока Хабаровского выронили клюшку. Ну а это Драничников. Мощнейший удар Петерсона. И теперь выручает свою команду Динамовский вратарь. После розыгрыша у Голова Петерсон мог забить. Василенко. Ну вот 4 минуты отыграли в меньшинстве хабаровчане. И сколько у нас уже за эти 4 минуты произошло. И Динамовцы с ними идут вперед. На момент хороший создали. И ответы Хабаровска были. В общем, тоже достаточно острым. А вот еще одна передача. Снова Барбаков. Пришлось еще чуть подработать себе мяч. Уже замахнулся было для удара. Но увидел, что не очень удобный. Пробросил чуть дальше. И вот только в ворота не попал. Ну, тоже момент. Тоже хороший шанс. И вот причем как центру там удается Динамовцам взломать оборону Хабаровска. Здесь не удается убежать, по-моему, к Барбакову. Но свободный удар. Филиппов. Филиппов и Василенко, да, вот эту атаку организовали. И здесь, опять же, нарушение. Ну, вот была передача Филиппова на Барбакова. И вот еще он стал чуть дальше подрабатывать. Мяч, ну, опять очень здорово. А это, ну, кстати, я прошу прощения, это не Петерсон бил Алан Джусоя. Я не увидел сразу номер игрока Джусоев. Но удар все равно шикарный был. Кто бы не был его автором. А это уже дальний выстрел Филипповым. Но мяч прилетает над перекладиной. 1-0, 1-0. Сканифтьянник впереди. 21-я минута заканчивается. Хотя, конечно, моментов было уже на несколько голос. Но это попытка. Это попытка Александра Кима. Стариков. И Стариков тоже достаточно опытный игрок. В 35 ему мы говорили, что в составе Хабаровской команды есть несколько бывших игроков Динамо. А Дмитрий Стариков, он, между прочим, воспитанник Хабаровского. Хоккея играл за Сканифтьянник. Играл за Динамо в середине нулевых. Потом несколько лет выступал за Кузбасс Кемеровский. Ну, затем вновь вернулся в Московское Динамо. Ну, с которым, опять же, выигрывал Линч. Канад России, Кубок мира, ну и так дальше, и так дальше. Угловой Динамоский. Угловой справа. И здесь 7 человек на радиусе бьет. В итоге пытаются пробить Барбаков. Но успевают выйти навстречу. И стенки игроки Хабаровской команды. До вратаря ночь не дошел. И до ворот, соответственно. Булатов. Щеглов на Филиппова. Филиппов ушел от трои. Здесь помогает ему Барбаков. Но и скорости уже нет. Приходится вернуться назад. Еще один заход на атаку сделать. Пожилов. И снова Иван Щеглов. Ну, это прострел был от Булатова. Очень глубоко, я бы так сказал. В чужие построения забирает справа Булатова. Что, в общем-то, не свойственно. Защитникам. Но. Но. Такой мастер, как Павел Булатов, может свое умение демонстрировать на обеих концах площадки. Есть возможность для удара. Ворота Тарас пробил. С короткого замаха наносил удар. Потому что иначе было невозможно. Иначе пробить бы не дали. И промахнулся. Но несколько ударов мы уже видели по воротам Каменева, когда мяч пробетел. Там совсем рядом. Да и Ворота уже успел поиграть. Динамовцы пока еще в большинстве, но тут истекает. В штрафное время Шердакова и уже через минуту с небольшим сканевтянут будет в полном составе. Я не сбежусь. Опять же, смотрите, какая техника. Ну, без труда. Снова Динамовцы отбываются. Джусоев. Нет. Удар у него не очень получился. Но. Но. Мяч от Динамского игрока покидает пределы поля. Это значит, что сканевтянник еще один угловой разыграет. Третий угловой хабаровчан в сегодняшнем матче. На сей раз бьет поворотом Василий Грановский. И бьет не совсем точно. Опять включаются болельщики Динамовские. Все на поле Юрий Шердаков. Автор пока единственного гола. Ну, и голевая передача записана на счет Максима Ишкельдина. Ишкельдина. 64. Уже голевых передач. Ну, вот, может быть, момент Барбаков. Ох, какая передача. И мяч у вратаря. Ну, по всему казалось, что Барбаков сейчас сам будет атаковать. И должен был, может, он это сделать. И это было бы очень опасно. Но он себе за спину отдал, как будто глаза на затылке. А, посмотрите, была передача на Тарасова. И тот вот пытался низом под вратарем направить мяч, но успел опуститься на лед. Виктор Каменев. И отмечу остановил. Вот какой пас. Красота. Не забил Тарасов. Там еще налетел. Не смог затормозить. Старик вот перед голкипером. Ушел на добивание. Стукновение неумышленное. Тем более извиняется сразу. Полузащитник Динамский. И, в общем, игра продолжается. КОНЕЦ Ну, какое-то здесь пустое пространство. В центре образовалось. Едва не хватил мяч Барбаков. Ну, а теперь уже Скамик тянет. Готовит свою атаку. Антипов. Там Толстикин возле бортика. Ну, подтолкнули немножко в спину. Динамический игрок. Рязанцев. Сам будет бить. Недостаточно острый угол. Но у Рязанцев, конечно, из таких положений забивал. Но здесь не удалось остановить мяч. Сергееву. 28-я минута. Ну, для такой игры счет пока небольшой. Всего лишь один забитый гол почти за два часа игрового времени. Удар по плюшке здесь. Александр Ким. Пожилов вернулся. Сейчас Василенко тоже должен войти в игру. Джусоев. Переводит налево эту атаку. Ну, и там Бефус. Немножко мяч у него ушел. Я думаю, что он был притормаживать. Отбили Динаму в сотую атаку. Петерсон. Низом передача. Ну, там рядом с каждым Хабаровским игроком есть человек в синей форме. Филиппов. Неплохо на Старькова. Старьков слева. Ну, ни углового, ни передачи. Опять же, Низом пытался отдать. Ну, при потере Динамовцы тут же вступили в борьбу. Такой коллективный отбор, но нарушение правил. Свободный. Хабаровска. Ну, это опять Тишевдаков. Вот, вот, после такого прохода он, на самом деле, не забил. Пошел в толпу, можно сказать. И там лучший как-то момент для удара. Очень хорошо. Мяч укрывает в соперниках. Дошел до вполне себе ударной позиции. И отразимый пробег в дальнюю. Я начал говорить, что у Максима Ишкентина, да, 64-я голевая передача в этом сезоне. Следующий показатель в чемпионате России у Алану Джусоеву. У него 38. Да? Ну, то есть, чуть ли не вдвое меньше. Представьте, какая разница. Ну, и 38 также у Сергея Шабара. Капитана московской динамы. Ну, тоже пытался за счет дриблинга. Не сложно, когда нет поддержки. Мяч выбивают у игрока. То есть, партнеров может помочь. Так, в одиночку. Не сложно пролить высушки. Единок Максим Юрьев какие-то советы дает, пока тот имеет свои минуты отдыха. Бундаринк старший вернулся. Штейдин высматривает передачу Максима. Вот так разворачивает атаку налево. Но там тоже нет хода в штрафную. И поэтому следует пас назад. И новый заход Хабаровчана делается на вышке. Един набрал скорость Шурдаков. Ему последовала передача. А здесь мяч от Бондаренко уходит за пределы площадки. Отворот Драничников. Мяч ведет сейчас Шангеров. Я бы не сказал, что большое преимущество у Хабаровска. Но оно есть, конечно. Хотя вот мы видим постоянные попытки Динамо найти какие-то уязвимые места. Вначале видели несколько ударов с дальней дистанции. Да, собственно, были моменты уже и непосредственно. Штрафной, наверное, мой лучший. О! Дмитрий Барбаков. А это Шурдаков. Еще один удар издали. Вот тоже, да, снова Максим Ишкельди. Вроде так и не просматривается. Никаких опасных вариантов. А тем не менее он видит на какой скорости партнер, что это может быть перспективная атака. И просто складывает ему мяч в ключ. 33 минуты по-прежнему. Один единственный гол у нас был. Девятая минута. Юрий Шурдаков 1-0, пока Сканифтьянник выигрывает. Напомню, 2-0 выигрывает в финальной серии, которая впервые в истории чемпионатов России проводится до трех побед. Ну, кстати, вот до сих пор ведь есть сторонники того, что должна быть продолжительная финальная серия, с тем, чтобы более объективно. Да, чемпион определялся. Ну, полуфинала до трех побед. Почему бы и финал до трех побед не играть? Исключает в какой-то мере он элемент случайности. Ну, есть и сторонники того, что одна должна быть финальная игра, как линет сезона, как в Швеции, например, да и как и в России много лет было. Вот единственное, что от года к году меняется вообще регламент чемпионата. Самые разные мы видели формулы в последнее время. Это, наверное, и болельщикам не очень удобно, надо все время привыкать к какому-то новому календарю. Новая схема розыгрыша. В общем, уже вроде бы попробовали достаточно, чтобы понять, какая формула оптимальна. И опять же, мы можем привести пример шведскую элит-серию, где регламент не меняется уже десятилетиями. Около 10 минут остается играть не в первом тайме. Пауз у нас пока не было. По итогам которых судьи могли бы что-то добавлять к кореням первого тайма. Несколько попыток было верхом доставить мяч. нападающим, но пока они не работают. Хотя мы видели и в исполнении Хабаровчана, и в сборной России тоже, да, такие варианты в этом сезоне. Угловой. Угловой динамовцы наконец заработали. Это третий их угловой в сегодняшнем матче. Ну и какой-никакой шанс Сергей Шабаров сейчас будет подавать. В прошлый раз вычислили бьющего. Барбакова успели встретить его удар. Ну вот там поехал. Роман Дарковский и бил поворотом на сей раз Василенко. Мяч попадает в ногу опять же игроку выходящему из стенки. Уходит за пределы поля и уходит в пределы радиуса. Значит, повторного углового не будет. Ну а Роман Дарковский, да, мы вспоминали, что у нас здесь есть один из чемпионов универсиады. Даже не один. А что касается Романа Дарковского, то он был в составе юниорской сборной до 19 лет, которая, опять же, в Красноярске стала чемпионом мира, обыгравшую еду в финальном матче 2-1. Этот турнир был за месяц до универсиады. Можно сказать, такой тестовый турнир. Еще один угловой Динамо. Мы сами, по-моему, не разобрались, кто должен бить. Очень своевременно успевают выходить на гнущего. Хабаровчане, но пока вот Динамские главы, они все прочитывают. Ну, а возвращаясь к турниру в университете, Еще скажу, что Александр Легошин и Михаил Сергеев, они тоже были в составе российской сборной, которая выиграла первое, кстати, в истории золото универсиад, золото студенческих игр по хоккею с мячом. Потому что раньше уже никогда турниры по этому виду спорта не проводились в студенческих игр. Ну и официально еще хоккей с мячом не будет. Ход в договорный универсиад, в следующий раз в Люцерне, ну хоккей с мячом не будет. Тридцать девятая минута. Ну и как-то... Дарут несколько последних атак, но, видимо, пытаются ударами издали завершать и те, и другие. Или забросами через веру в штрафную. Но ни то, и другое успех не приносит. И пока у нас счет 1-0 в конце первого тайма не так часто это бывает в русском хоккее. Шердаков, очередная его попытка пробить, но его надо отбросить. Мяч, конечно, щеблок успевает это сделать. И вот сейчас справа может хорошая атака в Династии получиться. В этом случае там несколько человек их было. Это уже Василенко, но натакивается на соперника, смотрит на арбитра, как это часто бывает. Здесь сложно назвать защитника виновником контакта. Максим на высокой скорости. Ох, граничников вытаскивает. Очень неудобный для вратаря удар. Мяч низом летел. Мог вообще между ног у голкипера проскочить. Это обидный гол считается. Но такие удары очень сложно вратарю парировать. Свести ноги или как-то вообще движение опорной ногой сделать. Еще одна попытка издали. Это Булатов. Очередное его подключение к атаке Динамовской. Артем Бондарин пытался застать врасплох динамовского вратаря. Но молодец. Драничников. Снова Максим Ишкете. С него все хабаровские атаки должны начинаться. Толстикен. Это Алан Джусоев. Хорошо увидел Бондаренко. Еще дальше. Но вот смотри. Такие два продольных паса. И довели мяч до Шартакова. Да. Вроде бы и неторопливая такая атака. Но увидел свободного партнера Джусоев сначала. Потом увидел Бондаренко. И в итоге не два. Там не случился выход. Один на один с вратарем. Ну и угловой. Это тоже должно быть опасно. Ишкейдин подает. Там нет Шердаков. В стенку мяч попадает. Атака не закончена еще. Ишкейдин. Ну сам. Теперь мы уже перед ним игрок. Ишкейдин. 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 Показывает там Юрий Викулина. Это он. После главного наносил удар. но близко кстати голову опять было проскочить нож между игроками в дальнюю гулин попал тарасов дарковский на булатова снова булатов катя вперед придержал его кто там я не сбив а что он был ну да такой удар наугад скорее хотя опытный булатов понимает что вот после таких вещей бефус нарушал правила после таких такой удар прострел да и вполне там может быть рикошет от своего чужого или застрянет мячик кто-то сможет сыграть на добивание это тоже достаточно опасно но опасно это может быть вот в результате такой все-таки больше случайность а это верхом и едва между прочим не поймал этот мяч петерсен а в ней игры по-моему не было шердаков щеглов назад булатов на мельникова мельников разогнался но вот как я в края подвигают к бравчане передавая друг другу в конце концов упирается он веку ли на который совершенно спокойно отбирает мяч у динамского полузащитника последняя минута первого тайма первой клаве игры не удалось пройти дальше ну а филиппа воронят на лед одно удаление было всего в первом тайме ну я не скажу что здесь какая-то грубость было да есть нарушение игровые вот один может быть момент когда действительно опасно атаку динамо еще в начале матча хабаровчанных сорвали недозволен прием а единственное удаление которое было оно можно сказать за техническое нарушение да за заберу лежа шердаков ключи так вот здесь подножка ну хотя вот мне кажется тоже случайно просто попала туда клюшка филиппова другое дело что он должен отвечать за свою клюшку но снова видим что прощают судьи уже пошла клюшка вниз и вот зацепилась за конек игрок каска нефтяника хотя хабаровчане вот по выясняют часу арбитров почему собственно за такую подножку не удалить было динамовского хоккеиста ну нет удаление одно так и осталось в первом тайме а счет этого тайма 1-0 в пользу ска нефтяника и этот единственный гол забил юрий шердаков пока команда отправляется на перерыв а у нас есть с вами возможность посмотреть самые интересные моменты первой половины матча ну это еще предматчевые кадры у каждого вратаря свой церемониал ну и вот собственно говоря это первый гол первый единственный еще в центре поля по раскатившемуся шердакову сделать передачу и шкейдин только на скорости промчался мимо трех динамских а дальше идти не стал и прям на входе в штрафную пробил под дальнюю штангу хороший гол забили хабаровчане но но он так и остался единственный но дальше моменты были собственно у тех и у других это вот в свою очередь проход пожилого его удар ночь от вратаря отскочил там можно было добивать тот момент когда старик оправдан старик его оставил я не сбив это еще одна атака динамо и отличная передача барбакова на тарасова на тарасов из под себя он броском хотел мяч этот поднять и переиграть таким образом виктора каменева не получилось низом пошел этот удар ну и так больше не забили ни те ни другие статистика на ваших экранах она говорит о некотором все-таки преимуществе гостевой команды но преимуществе совсем небольшом и возможно во втором тайме у нас игра поменяется 1-0 1-0 пока в пользу хабаровска и перерыв и 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 Возвращаемся в спорткомплекс «Крылацкая» на западе Москвы. Сегодня третий финальный матч российской суперлиги подходит к концу сезона русского хоккея. И «Ска-нефтяник», который выиграл два первых матча, и в третьем пока впереди, правда, с минимальным преимуществом. Единственный гол Юрия Шардакова, который вот таким образом был забит еще в дебюте на восьмой минуте, на девятой, точнее, минуте первого тайма, дает Хабаровчанам это минимальное преимущество. Пока еще команды в раздевалках. Ну и статистика первого тайма. 14-11 по ударам, 5-4 по угловым. Все это в пользу Хабаровска. Ну, преимущество незначительное. У «Динамовцев» тоже были хорошие атаки, и были моменты для взятия ворот. Особенно у Барбакова был хороший шанс, где он не смог переиграть голкипера. Рукой отбил Виктор Каменев его удар. Самый опасный удар у Дмитрия Тарасова также был шанс. Пытался он под воротарем пустить мяч у Владислава Тарасова, прошу прощения. Как раз после передачи Дмитрия Барбакова. Ну, в общем, так или иначе, у «Динамо» тоже есть свой план на игру, есть свои возможности и были свои моменты. И думаю, они еще будут во втором тайме. Ну, вот мы видим, Денис Потемин первым выходит из коридора. А тут вот динамские болельщики фотографируются с призом, с тем кубком, который два последних года находится во владении Хабаровского клуба. Ну и, возможно, останется там еще на третьей, тогда возможности сфотографироваться с ним не будет. Но, во всяком случае, будет не скоро. Ну и динамовская команда вслед за Сергеем Шабаровым тоже появляются на льду хоккеисты. Хабаровская команда ведь свой первый чемпионат выиграла в позапрошлом году. Ни в советское время, ни в российское. Хабаровский был призером, причем неоднократно. Серебряным, бронзовым. Ну, вот золотые медали чемпионатов СССР и России. И хабаровчане до того, как чемпионами снять, они вообще рекордсмены по количеству бронзовых медалей. 12 раз они их завоевывали. Пять раз были серебряными призерами. Вот чемпионство только с Михаилом Юрьевым добыли впервые в 2017 году. А рекордсменам ведь по-прежнему остается Динамо Московская. Это 22 чемпионских титула. 15 у Енисея и 12 у Скасвердловского. Тройка самых титулованных команд за всю историю отечественного хоккея с мячом. Ну что ж, второй тайм начинается. Давайте я напомню составы. В воротах Динамо сегодня Артем Драничников. Четвертый номер Иван Щеглов. Пятый Андрей Золотарев. Тридцать второй Павел Булатов. Восемнадцатый Сергей Шабуров, капитан команды. Семьдесят первый Максим Василенко. Девяносто первый Артем Бутенко. Девятнадцатый Михаил Сергеев. Седьмой Владислав Тарасов. Двадцать первый Дмитрий Барбаков. И семидесятый Евгений Филиппов. Это стартовый состав. И со скамейки выходит двенадцатый Роман Дарковский. Двадцать четвертый Александр Легошин. Двадцать седьмой Дмитрий Стариков. Пятьдесят пятый Павел Пожилов. И восемнадцатый Евгений Мельников. Запасной вратар Андрей Рейн. И Сергей Тарасов, исполняющий обязанности главного тренера. Ну и скажем так неофициальный. Главный тренер Евгений Иванушкин. Узка нефтяника Виктор Каменев вратарь. Это вот тренер Хабаровской команды Михаил Юрьев. Четвертый Юрий Викулин. Двадцать пятый Василий Грамов. Новский капитан. Шестьдесят шестой Валерий Ивкин. Пятнадцатый Алан Джусоев. Двадцатый Янис Бефус. Двадцать первый Юрий Шердаков. Это пытается пробить Щеклов после розбища свободного. Семьдесят восьмой Максим Ишкельдин. Восемнадцатый Александр Ким. Пятый Артем Бондаренко. Девяносто пятый Эрик Петерсон. Стартовый состав. Кроме них десятый Павел Рязанцев. Девятнадцатый Олег Толстикин. Двадцать четвертый Александр Антипов. Тридцать четвертый номер Юрий Бондаренко. Шестьдесят первый Денис Потемин. И девяносто третий Денис Лапши. И Артем Гурасов. И сегодня в роли запасного вратаря. Дмитрий Добрянский. Дмитрий Айникин. И Григорий Бабашкин. Это судейская бригада. И ваш комментатор Михаил Мель. Хабаровчане в атаке. Прерывает эту передачу Бутенко. Передачу штрафной Нукин. Приносит извинения партнерам. Потому что этот прострел. Эту передачу у него не получили. Болельщики Диманские понимают, что нуждается команда в помощи, пока не удается никак забить. В домашнем матче Хабаровске ведь забивали. Хоть и было три поражения, но по три гола своих Динамо забивали. И в первом матче, и во втором. Бефус. Шпятин получает мяч. Аккуратная передача. Налево здесь уже Бефус успел приехать. Классно сыграл Янис Бефус. Был ли офсайд? Похоже, что не было. 2-0. 2-0. Вот так уже на третьей минуте после перерыва. Перерыва Хабаровчане увеличивают свое преимущество. Но, смотрите, Бефус, он очень здорово разогнался по левому флангу. И Максим Ишкейдин, вот он медлил немножко. Он ждал этого парохода. И Янис, используя свою скорость. Посмотрите, как он здесь разобрал с динамскими игроками. Он троих, по сути, обыграл. Сделал прострел. И Джусоев здесь вытянул клюшку. И мяч отправил между ног динамовскому голкиперу. Ничего здесь не смог сделать. Артем Граничников. Джусоев 2-0. 14-й гол. Алану Джусоеву, да? Вот сегодня у Хабаровска забивают. Не лучшие бомбардиры. Бондаренко, Петерсон, Рязанцев. А Джусоев Шардаков. Который, собственно, не так часто атаки завершает своей командой. Но гол весь гол. И с 0-2 динамо уходило в первом матче этой серии. Мы сравняли счет тогда москвичи. Хотя в конечном итоге все-таки уступили. 3-5. Ну и вот нужен еще один такой подвиг. Для того, чтобы продолжить борьбу в серии. На выходе играет Виктор Каменев. Опять Бехус. Опять Ишкельдин. Теперь сам поехал. Максим здорово так подкидкой себе на ход мяч этот он дальше пробрасывал. Смотрите, вот так. И здесь, правда, не удалось избежать контакта с защитниками. И к своему же мячу не успел. Снова Ишкельдин. Здорово, здорово Максим держит мяч. Укрывает ее. Посмотрите, прям сбрасывает с себя игрока, который... Ну, если бы мяч он потерял, там было бы, конечно, нарушение правил. Но Ишкельдин с мячом не расстался. Так, а вот это проход Джусо Иван. Передача в центре. Бондаренко старший забивает третий. Гол в ворота Динамо. Ну, вот знаете, вот, возможно, этим началом второго тайма Ишкельдин и выиграет чемпионат. Два гола за первые пять минут. И разрыв уже в счете угрожающий для команды хозяев. Артем Бондаренко забил лучший бомбардир чемпионата России. Это 72-й гол его. И все здесь сделал для него, конечно, Джусо. Посмотрите, какой проход. Он еще клюшку перекладывал из руки в руку. И вот этот пас он сделал одной рукой. Он его сделал одной рукой, но сделал практически на пустые ворота. Да, и просто завести туда уже мяч. Оставалось Артема Бондаренко. 3-0 тут же тайм-аут московского Динамо. И вот мы видим, как Евгений Иванович сейчас разговаривает со своей командой. Филиппов провалился, Барбатов провалился. Ребят, ничего не потеряно еще. Это нормальный счет. Еще раз играй, Джордж, в минуту. Игра, блядь, это качель. Не надо останавливаться. Нам надо забить один гол и мы поменяем всю игру. Ребят, вот это единственное, вот я под чем говорил. Начало тайма будет определяющим. Провалились в лицевой, в пас опять отдали. И здесь. Вроде отобрали и все разъехались от мяча. Он подбирает и все. Я говорю, не проезжайте, не надо. Если отобрали, в тормоз встали. В тормоз надо вставать. И тогда только, блядь, не надо. Все, давай. Дима, парни, терпим. Ну, я не буду никак комментировать эти указания, которые дает Евгений Иванушкин на команде. Хочется вычлепить из его речи слова. Ничего еще не потеряно. И что Динамо, собственно, если забьет один гол, то поменяет игру. Давайте посмотрим, как удастся им забить этот гол. Потому что пока... Пока Новый Динамо. Положение вне игры. И там. Хабаровчане разыгрывают на своей половине. Шердаков. Пештейдин. Опять же, Евгений отмечал ошибки игроков. Это естественно. Он смотрит со своей колокольни, со стороны своей команды. Кто где не доработал, кто где ошибся. Ну, отметим мастерство людей, которые делали голевые передачи. Какие замечательные проходы были. Яниса Бефуса и Алану Джусуеву. Да, понятно, ты играешь так, как тебе позволяет соперник. Но вот без высочайшего мастерства этих двух игроков, конечно, этих голов бы и нет. Ну, а завершали эти атаки. Сам Алан забил второй мяч. И Артем Бондаренко третий. Первый на счету Юра Шердакова. Пока 0-3. В третьем матче финальной сети. Тарасов опускает реальнейшую возможность забить. Там скорее передача была не на него, а на ближнего игрока, на ближнюю штангу. Но мяч дошел до Тарасова. Он в касание пытался переправить его. Вот, посмотрите, да, он опустил клюшку на лед. И тихонечко так катил в дальний угол. Не совсем он, мне кажется, хорошо попал по мячу. Но все равно, все равно, даже вот при том, что мяч еле-еле катился в противоход. Вратарю и вряд ли что-то сделал бы камень. Ну, там, подопорную ногу. А удар был. Но мяч прошел мимо. Еще один шанс и нам все упустили. А Пол ведь действительно способен поменять игру. И, ну, говорят еще в таком случае банальные вещи. Лишить уверенности в сопернике. Я не думаю, что Кабаровчан можно лишить какой-то уверенности в собственных силах. Все-таки они третий сезон подряд являются сильнейшей командой страны. Ну, может им хотя бы напомнить, как они проигрывали здесь, в Крылатском. Единственный раз в этом сезоне. Два поражения всего у команды за сезон. Причем только одно в России. И только одно от российской команды. И командой этой является наштарская Динамо. Не Сей, не Байкал Энергия. Немного другой. Показывают в суде нет нарушения. И Шабуров с Булатовым. Очередную атаку Динамо разгоняет. Пытается пролезть между двумя игроками. Между Шердаковым и Бефусом пытается. Проскочил Павел Булатов. Санкнули клюшки. Не пустили его. Это Петерсон. Петерсон на тень пока. Поддержка 20 минут. Дальше Шердаков. Касание направо. И вот Машка Садян себя позволяет выиграть лишний темп в атаке. И посмотрите, сразу острота у ворот Динамо возникает. Сразу так все медленно, неторопливо. А вот одна передача буквально ускоряющая. И сразу опасно. Ну а сейчас Филиппов. Вот тут уже у него поддержка нет. Филиппов он к ним тормозить. Кому передачу сделают. Ну нет, плохая передача. Хотя там два партнера были. В районе 12 метров. Но мяч над их головами пролетел. Все время, как нам показывают тренеров, говорят они со своими игроками. И это естественно, поскольку здесь постоянные замены. И у тренеров, соответственно, постоянная возможность вмешиваться в ход игры. Ушел человек отдохнуть на пять минут. И можно за это время с ним обсудить его действия на поле. За указание, как играть, от кого мяч ушел. Ни от кого не ушел. Там удар по клюшке просто был. Я не судьбефуса остановили. Ну, Борис Крымник, председатель Федерации Хоккея России и Международной Федерации Хоккея. Тоже здесь, естественно, на финальном матче. Шарлаков и Петерсом рядом с ним. А передача идет на Беха. Сейчас в центр я не страдался все-таки к воротам. Но мяч у него ушел. Сложно было. Хотя у Беха все хорошие руки. Быстро он умеет с ничем работать. Ну, это Шарлаков. Пешпиндин. Жусуев. На право передачи. И оттуда Тима следует прострел в штрафную. Взмогу Бутенко мяч попал. Контратаку в Динамо получится. Тарасов разгоняется. Ну, Тарасов-1. Да, сколько у нас? Семь игроков с Канюхтяников. В кадре было в какой-то момент. И один-единственный Владислав Тарасов. Попытался угловой сделать. И как он считает, сделал. Но судя не реагирует. Судя показывает отворот. И снова вышки начинает атаковать. Армейская команда Петерсом. Тоже в свою очередь один издали решили пробить. А вот здесь угловой. Давайте посмотрим еще и призыв с участием Тарасова. Видите, вот тут очень сложно понять, от кого же мячушка ушел. Видимо, судьи и не поняли. Ну, а Петерсон вот в такой же ситуации один против семерых ухитрился угловой сделать. Там был какой-то рикошет. И розыгрыш углового очень такой интересный. И еще один прострел и шкейл Динамо. Ну, там радуются хаваровские болельщики. Но судья показал в сторону центра, потому что свободный Динамо. А не потому, что мяч летел в ворота уже после свистка. Он там оказался. Встретили жестко здесь Шаброва. А с мячом Тожилов. И опять нарушение. Ну, вот эпизод Джусоев против Шаброва. Ну, где-то сами уже притормаживают свои атаки. Хабровчане теперь они уже понимают, что и время работает на них. Хотя, конечно, полчаса это по меркам русского хоккея время просто громадное. Не то, что три там, десять можно забить за это время. Ну, вот хабровчане как раз игру переводят в такое русло, при котором эти шансы уменьшаются забить много. Или пропустить много. Булатов. Булатов. Не прошла атака по краю, мяч подхватывает, потемен, и счет находит, во всяком случае, лапшина, ну, сейчас вот, снова лапшин. Сейчас несколько взамен сразу произошли табаровские команды, Рязанцев вот вновь вышел, и Рязанцев, кстати, зарабатывает еще один угловой. Павел Рязанцев, собственно говоря, забил победный гол в первом матче, который закончился со счетом 5-3. И в пользу Сканевтянника и его два последних гола, это Боровчан, сейчас на Рязанцевой была передача, но не попал он, как следует, по мячу. Именно Павел Рязанцев забил два последних гола Сканевтянника в стартовой игре этой серии, один мяч с игры, один с углового. Ну, и счет пенальти реализовал Павел во второй игре. Восемнадцатая минута второго тайма. Шабуров. Василенко. Аккуратно вроде отдавал Тарасову, но может чуть-чуть переоценил скорость партнера Тараса в домичании дотянулся. Динамцы все-таки от своего плана на игру не отказывались. Высокий отбор они не применяют. Когда соперник владеет мячом, не дают на своей половине раскатиться. А сейчас вот он промедлил немножко Шабуров, мяч уступил Легошину, Лантипову. И в итоге еще один Рязанцева мы с вами видели, но видел его и Артем Граничников, и мяч этот забрал. А Шабурова там, ну, партнер, наверное, должны были подсказать, что сзади игрок. И рискует он вот такую потерю совершить. Молодец, кстати, Антипов здесь поборолся и передачу партнеру сделал. Ну, вот удар Рязанцева. Большинь, как всегда, вратарь. Играет удачно. Ир Шербаков. Ну, снова пас назад, и вот снова здесь раскатываются хабаровчане боем свободно. Пока вот не натыкаются на многословенный такой барьер. И неточная передача Потемина. Ну, опять такой мяч не выловить. Да, Тарасов там вроде как и готов побороться. Но, опять же, он один. Пока еще ни одной подобной передачи у Динамо не прошло. Ну, и надо сказать, что атака Динамо. Действительно хабаровчане успокоили игру. Да, у них стало меньше моментов. Но у Динамо их нет вообще вот после того эпизода с Тарасовым, когда он промахнулся с близкого расстояния. Ни одной атаки внятной у Динамо не случилось. Артем Бондаренко. Постиг он. Типов. И опять назад. Ну, и так, в общем, они могут долго мячом владеть. И раз соперник позволяет, в общем, так и играют снова назад. Ким. Бефус. Бондаренко. Ну, просто вынуждены будут динамовцы встречать соперника повыше. Да, и мешать вот таким розыгрышам. Через вратаря еще можно сыграть. Правилам не запрещается. А народ начал посвистывать на трибунах, потому что такой хоккей вряд ли кому-то нравится. Но, опять же, хабаровчане, они ведут в счете. Они не то, что могут себе это позволить, но они вообще правильно действуют. Вот устраивают эти недолгие розыгрыши. По 15 заходов на атаку, а потом все назад, назад. Бондаренко. Джусоев. Я не могу сказать, что это такая чемпионская игра, но при счете 3-0 вам чего нет. И беспокоиться об этом должны динамовцы. Джусоев. Вот, наконец, пошла атака и пенальти. И пенальти это Антипов поехал. Обыгрывал один в один уже последнего защитника. Ну, и здесь подножка. И 12-метровый. Ну, вот после, я не знаю, 5-минутного розыгрыша, наконец, доехали до чужой штрафной хабаровчане. И вот смотрим здесь. Ну, здорово Антипов играл, а Щеглову между ног мяч пробросили. И только так он мог оставить соперника. 12-метровый. Посмотрим, будут ли динамовцы играть в меньшинстве. И Эрик Петерсон у мяча. 4-0. Ну, пенальти. Больше всех пенальти у Ска Невтяника в этом сезоне забил Павел Рязанцев. 13. Ну, вот иногда, как видим, бьет и Петерсон. И Петерсона 6 из 8. Считая вот этот забитый. И тут, конечно, без вариантов для вратаря. Просто не успеешь среагировать. Хотя, вроде, и не в самый угол мяч летит. Но с такой силой над плечом голкипера. Над левым плечом мяч вылетает. Первый гол Петерсона в сегодняшнем матче. А в чемпионате уже 67-й. Пытается так с полулета попасть по мячу Барбаков. Ну, что, 4-0. 22 минуты остается. Все слабее и слабее надежды динамских болельщиков. Ну, и главное, вот, ну, не хотели динамство раскрываться. Ну, да, понятно, это опасно делать в матче. С такой командой, как Хабаровск. Ну, вот, что они выгадали тем, что 5 минут ждали начала атаки Хабаровска. Здесь, кстати, достаточно опасно. Бефуса встречали коленом в колено. Хотя Булатов подъехал к своему многолетнему партнеру по сборной. Там, по-моему, не колено, а что-то вывернул стопу Янис. Ну, сейчас отправляться на скамейку. Замена будет. Щеклов вернулся, естественно, после реализованного пенальти. То есть в полном составе играет динамо. Ну, вот 5 минут до 1 ждали. Когда Хабаровск, наконец, доедет до их половины, до их штрафной, мы дождались. И, в общем, сразу как доехали, 12-метровый. Опять, наверное, там Евгений Ивановский укажет чьей-либо ошибки. Но факт, что вот это в ожидании ничего не принесло, даже напротив. Джусоев заработал угловой для своей команды. Джусоев бьет. Уходит мяч. Динампцы разыгрывают быстро отворот. Булатов. Филиппов. Филиппов. И справа от него Барбаков. Филиппов сам поехал. Ну, вот, мне кажется, даже если бы проскочить здесь между двух защитников, там... Сложно ему было бы что-то сделать. Могла быть контратаками, поехая так целенаправленно назад перед Бондаренко. И бравчане вот пытаются. Мяч у соперника отобрать на чужой половине. Филиппов. 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 Это удар. Удар. Ну, вот момент был у Динамо. Наконец-то, когда Василенко Барбакову отдавал передачу в центр по диагонали, назад. Тут вот еще мяч подпрыгнул, но Василенко справился, посмотрел и передача-то нацелена. Промахнулся Барбаков. Промахнулся, момент опять был отличный у Динамо. Но вот даже шансы, те, которые есть у хозяев, сегодня они не используют. Весь верх, опять же, в пользу Камаровской ни одной высокой передачи не дошло до нападающих. Ну и тут вот Ивкин, который, собственно, эту передачу прервал, он же от падения еще, значит, выбивал Лапшин. Шкетин. Это Шкетин, вытянул на себя троих. Сыграл с партнером Петерсон, так хотел на торможении уйти от Старикова, не получилось. Рызанцев угрожал ударом. Булатов. Барбаков. Ну и ответная передача, и Барбаков снова не забивает. Буртан Каменев, он недоволен. Ну, он сейчас выручил свою команду в очередной раз, да? Сегодня он выигрывает все эти дуэли с Барбаковым именно. Вот никак не может мимо вратаря бросить. Кто хитрился, поймай даже мяч. Виктор Каменев. Барбаков бросал в дальний угол. Ну, хотел сказать, что в этом смысле Хабаровская, конечно, гораздо лучше свои моменты использует в сегодняшнем матче. Но вот сейчас тоже была атака и неточный пас на Рязанцева. А ведь два в одного выходили вдвоем против одного защиты. Ну, еще раз этот момент. Барбаков и Филиппов. Здорово они разыграли. Все классно. Кроме завершения. И Евгений Ивануштин, он вообще не понимает, да, лучший бомбардир. Ну, лучший после Сергея Ломанова, да, в истории чемпионатов мира. Лучший бомбардир многих команд, за которые он играл. Ивануштин не понимает, как можно не забить в такой ситуации. Можно играть. Джессоева поднимает орбитр жестом, который означает вставай, вставай. Играем дальше. Между тем, остается 15 минут. Ну, минута будет добавлена после таймаута Динамовского, который в самом начале тайма вынужден был Иванушкин взять. Динамовского, который в самом начале тайма вынужден был Ивануштин. Ну, может быть, немножко сбавили в интенсивности игры, в активности собственных оборовчаней. И вот стали какие-то атаки у Динамо проходить. Теряет ночь Филиппов. Ишкентин. Джусоев. Сам Алан Джусоев проходит, реагирует. Драничников отбивает. В ближний угол бил Алан Джусоев. С углового еще сегодня хабаровчане не забивали. Три угола с игры и один с 12-метрового. Бондаренко бил еще одна попытка. Бондаренко там ведет борьбу с листкой. А то не было, можно играть дальше. Но только теперь от Ушкельдина мяч покидает пределы поля. Шабуров. Нет, Луи Шабурова мяч уходит с клюшки. Здесь чисто, кстати, было в мяч сыграно. Напомню, Стариков. Выбил соперника. Но Хабаровск опять в атаке. Вот не в атаке. Он просто владеет мячом. А это Петерсон. Ну вот это мастерство. 5-0. 5-0 делает дубль Эрик Петерсон. Забил сначала с игры. Теперь с 12-ти метров. У Петерсона 68 голов в чемпионате. В этом сезоне. Ну и, думаю, уже... На 78-й минуте. Уже это... Ну вот совсем чемпионский гол. Смотрите, во-первых, какая работа. Какой точности удар и силы. Номер 21. У Шердакова будет голевая передача. Ну а Эрик Петерсон новый шведский герой Хабаровска. И еще одна атака с его участием уходит в лицевую. Там его останавливают с нарушением права. Да, вот там правая нога подвернулась, когда в борт он ударился. Эти бортские рекламные тоже иногда могут стать причиной травмы. Но будем надеяться, что все хорошо будет. Со швестным нападающим. Ну все-таки получается, что отрезок в начале тайма у нас стал... Фактически определяющим. Первую половину Динамо неплохо держалась. Да, пропустили. Но 0-1 это скользкий счет. Это счет, который можно в любую секунду отыграть. А вот два мяча в первые пять минут после перерыва. Галу Джусоева и Бондаренко. После которых... Взял тренер Динамо тайм-аут. И в принципе, да, объяснил, что надо делать и как. Но уже ничего не получилось у Динамо после этого. И к концу только выросло преимущество Сканевтянника. Последняя 10-минутка. И можно уже уверенно говорить, что это последняя 10-минутка этого чемпионата. И очень близок к треблу Сканевтянника. Выиграли в этом сезоне Кубок России. Суперкубок. Ну и вот сейчас выиграют на чемпионат. Ну и конечно, Кубок Мира еще бы хотелось для полного конкретта. Но... Уступили шведскому Сангвикину в полуфинале. И новую попытку предпримут уже только в следующем сезоне. Ну, если вспомнить еще, что сборная России выиграла чемпионат мира. Борная Россия больше чем на треть состоящая из игроков Сканевтянника. И тренер в Борной России является. Тренером Сканевтянника. Да, в общем, тренировка у меня. Ну, теперь вот уже и не приходят мысли как-то игру замедлять. Да, уже просто свое удовольствие играют. Хотя, конечно, тоже поддержать мощь никто не откажется. Попытался все-таки передачу вперед сделать, но прошла она. И нужно опять откатиться, я не сбежусь. Враней Кима мяч подхватил Викуллин. И Антимов в центр хотел отдать. Там было кому. Получился угловой. Подать Валерий Ивкин будет на сей раз. Ложный замах Бондаренко бил в итоге Викуллин. А вот перед добиванием что-то свисток судейский прозвучал. И, кстати, вот Викуллин недоумевает, что же там случилось. Давайте смотреть. Вот этот удар драничников отбивает. На добивании едет лапши. Ну, возможно, где-то без нича, да, там было нарушение правил. Ну, вот в чем дело. Вот в чем дело. Произвели замену перед угловым хоккеиста с Каневтяника. А этого нельзя делать по праве. И, ну, смотрите, такое второе техническое, будем считать. Даже это не техническое, а скорее дисциплинарное нарушение у Хабаровчан в этом матче. За игру Лежа, я напомню, был удален Юрий Шердаков в первом тайме. А сейчас вот за неразрешенную замену 10 минут получает Павел Рязанцев. Ну, это вряд ли на что-то уже повлияет. Хотя, ну, так получается, что для Павла чемпионат уже закончен. Ну, хотя, если Динамо забьет, еще успеет он выйти на лед. Нарушение численного состава, да, это так называется. Ну, кстати, судьи успокоили ситуацию. И тем, что посоветовали Рязанцеву не возмущаться. И, ну, по той причине, что, ну, что нервы тратят. Ну, посидит насконечко, отдохнет. Ничего страшного. Команда выигрывает, выигрывает уверенно. Даже если там что-то не так, ну, не такой это момент, что из-за него... Как-то портить концовку матча. Ну, помню, кстати, играли 10 минут хабаровчане в первом тайме в меньшинстве. И вот, помните, тогда мы как раз обсуждали. Удастся Динамо вот именно за эти 10 минут что-то создать хорошее. Как, может быть, забить. Действительно, это были минуты, когда Динамо в цену уравняли, как минимум, игру. И когда вот первые возможности для взятия ворот у них были. Барбакова у Тараса. Собственно, у Барбакова хороший шанс. Ну, не забили и так и не забили до сих пор. 86 минут позади. 5-0. Сканюхтянник выигрывает у Динамо. Ну, да, хабаровчане были фавориты. Они в серии в сегодняшнем матче, но вряд ли. Минсти и болельщики думали, что... Ну, из-таки, в общем, почти разгромным счетом игра будет заканчиваться. Ну, повторю то, что говорил в начале. Динамо вообще ведь... Задача на сезон были попасть в первую четверку. Они занимают второе место по итогу. Они были вторыми в регулярном чемпионате. Они, повторю, остаются единственной командой, которая обыгрывала Сканюхтянник в этом году. И в регулярке имела положительный баланс во встречах с Хабаровском. Единственная команда, которая не проиграла в самом Хабаровске. Ну, и может быть даже самое большое достижение, не то, что выигранные медали, а то, что целая группа молодых игроков уже может считаться, ну, наверное, мастерами еще рано говорить, но, тем не менее, очень перспективное поколение Динамо, игроки 96-го, 97-го голов рождения, которые играют за основной состав, которые там забивали по 40 голов в этом сезоне, которые, собственно, и принесли эти медали команде наряду с игроками уже заслуженными от Андрея Златарева, начиная и чуть помладше. Ну, и опять же, дебют Максима Василенко в национальной сборной, это тоже такой хороший знак для остальных Динамо, потому что придет наверняка еще время и Тарасова, время Филипова, время Барбакова, если, конечно, будут работать дальше в том же направлении, и если тренерский штаб во главе с Евгением Ивановичем продолжит так хорошо начатое дело. Давайте вспомним еще Владимира Янко, спортивного директора, который, кстати, вот в одном из интервью, из этого, что много классных игроков воспитал, но не воспитал классных тренеров, хотя на самом деле это, конечно, не так, потому что многие вот из того поколения игроков Водника Архангельского или Московского Динамо с середины нулевых годов они уже стали тренерами. И неплохими, ну, я не знаю, тот же Илья Схандаев, кстати, под руководством которого сборная России выиграла Олимпиаду, выиграла Универсиаду, да, турнир по хоккею с мячом в Красноярске в начале марта. А так он работает с Казанским Динамо, которое в этом сезоне вошло в восьмерку лучших команд России. Ну, я к чему, собственно, это вспомнил, что вот Евгений Иванушкин это еще один шанс, потому что для Владимира Янко, потому что Иванушкин много лет играл под его руководством в разных командах, в том числе и в сборной. А теперь он работает под его началом как тренер, под началом спортивного директора. Ну, и так много я говорил в эти последние минуты про московское Динамо. Кстати, Николай Шапошников, вспомним, да, президента клуба, потому что это же совершенно сознательная политика, идти вот, быть, такое омоложение команды и воспитывать у себя, или приглашать со стороны будущих мастеров, будущих звезд. Так много говорил про московское Динамо, потому что теперь придется нам говорить уже только про СКА нефтяник, который в одной минуте от своего третьего подряд титула. Вообще, кстати, у нас в 21 веке чемпионаты выигрываются, ну, скажем так, серии. Вспомним эпоху Архангельского водника, который начал в 96-м году и закончил в 2005-м. И за 10 лет только один раз отдал чемпионский титул Красноярскому Енисею. Потом наступило время московского Динамо, пять чемпионств подряд. Один год Динамо-Казань, еще два года Динамо. Потом три подряд сезона чемпионства Красноярского Енисея, и вот третье подряд чемпионства СКА нефтяника Хабаровского будет зафиксировано через три секунды арбитрами этого матча. Вот он, финальный свисток. 3-0 победа в финальной серии Хабаровска. 5-3,9-3 в домашних матчах на арене Ерофеи. И, соответственно, 5-0 победа. Убедительная, действительно, чемпионская победа здесь уже в Москве, в Крылатском. К сожалению, не так много зрителей. Вот официальная цифра на сайте Российской Федерации Бенди 2743 человека присутствовало на этих играх. Кстати, и в Хабаровске могло быть побольше. Там что-то в районе 5,5-6 тысячи. Сами хабаровские болельщики писали, что это на гостевой книге клуба. Что это позор. И могла бы на финальной серии арены быть заполнена до отказа. А там до 10 тысяч, насколько я помню. Она вмещает. Ну, что есть, то есть. Вот в Москве мы посмотрели финальный матч. Ну, увидим еще награждение команды-победительницы. Но после коротенькой паузы. Ну, что ж, наше поздравление трехкратным чемпионом России, хоккеистом Ска-Невтянника, они в большинстве своем, да, именно трехкратные вот в составе Ска-Невтянника. Ну, тут, конечно, есть много чемпионских титулов. У того же Василия Грановского еще шесть выигранных с московским «Динамо». Алан Джусой в составе «Енисея» выиграл. Юрий Викулин тоже. Это можно все вспоминать. Ну, вот команда в более-менее одном и том же составе на протяжении трех сезонов обыгрывает всех в России. Причем это чемпионство получилось, ну, возможно, самым убедительным. Давайте вспомним, как забивались галы в третьем финальном матче. Счет был открыт на девятой минуте. И забил Юрий Шердаков, получив мяч от Эшкельдина. Дошел он до линии штрафной. Ну, и вот здесь мощно пробил в дальний угол. Это был единственный гол в первом тайме. А вот два мяча, которые были забиты в начале второго, они, в общем, во многом и предопределили исход этого поединка. Проход «Ениса» Бефуса и прострел на Джусоева. Тот подставляет клюшку и делает счет 2-0. Это третья минута второго тайма. И через две минуты еще один гол, который уже после прохода самого Джусоева и вот этой передачи одной рукой на пустые ворота забил Артем Багдаренко. 3-0 стал счет. Таймаут взял Евгений Ивануштин. Пытался убедить свою команду, что еще не все потеряно. И что надо делать, чтобы продолжить сопротивление. Но не получилось. Это у «Динамо» свои моменты они не реализовали. А вот что касается Хабаровчан, то они отличились еще дважды. Антипова сбили в штрафной. Эрик Петерсон в пенальти забил четвертый гол. А пятый, тот же Петерсон, после передачи Шердакова, очень здорово сработав. Смотрите, такой красивый гол стал последним в этом чемпионате России. 34 победы, считая победы в регулярном чемпионате и в плей-офф. В 34 победы, одна ничья и одно поражение. Я когда сказал про самое убедительное чемпионство, вот таких цифр, конечно, в предыдущем сезоне еще не было. И здесь вот поздравление уже от тренеров «Динамо». Евгений Ивануштин пожимает руку Михаилу Юрьеву. Так что Хабаровск побеждает вновь и побеждает, я думаю, заслуженно. Столь же заслуженно второе место московского «Динамо». Ну, повторю, и в регулярке «Динамовцы» были вторыми. И вообще очень хороший прогресс команды. К слову сказать, последний раз «Динамовцы» с медалями были в 2016 году. Они тогда разделили третье место именно с хабаровчанами. Игры за третье место не проводились. Ну, и вот была тогда бронза. Ну, а теперь давайте послушаем Бориса Скрыльника. Хорошую игру, которую вы сегодня показали и показывали весь сезон. И примите слова поздравления с заслуженными наградами, которые вы заработали в этом сезоне. Скаха Барас в очередной раз золотые медали. Да и «Динамо». Я думаю, показала очень хорошую игру в этом сезоне. И заслуженно стала серебряным призером чемпионата России. Особые слова благодарности я бы хотел сказать руководителям ваших клубов, тренерам, врачам, массажистам и всем тем, кто работает с вами и помогает завоевывать в нелегкой работе ваши награды. Спасибо вам всем. Еще раз наградами с золотом, серебром. Ура русскому хоккею! Я думаю, что давайте мы приступим к процедуре награждения. И вручим сначала серебряные медали команды «Динамо Москва». Поприветствуем, поблагодарим. Так что... «Динамо Москва», прошу подъехать! Спасибо вам! Ну давайте действительно вручим медали, а может быть вручим. Награждения будут сегодня проводить и сам Борис Крынник, президент Международной федерации БНД и Федерации хоккея с мячом России, Игорь Ананских, депутат Госдумы РФ, и Алексей Анисимов, замполпреда президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Ну это не то чтобы символично, это хорошо, что и из аппарата президента, и представители правительства России тоже участвуют в этой церемонии, тоже присутствовали, по крайней мере, на этом финальном матче. Опыт, класс, все у вас было. Спасибо динамовцам. Если бы в первом тайме, как хоккеист хоккеистам, я понимаю, сам в воскресенье в финале проиграл в ночной хоккейной лиге, но вы вторые, так же как мы, у вас серебро, вы показали очень энергичную, творили в первом тайме такие интересные моменты, победители таких не сотворили. Если бы два-три мячика точно ваши должны были быть, и игра пошла бы по-другому. Спасибо вам за вашу молодость, у вас все впереди, за историю динамовского клуба, у вас точно все впереди. Спасибо судейскому составу за квалифицированное судейство, ну и как хоккеист скажу спасибо, что не испортили финал, извините за эту прямоту. Спасибо тренерскому составу, вы воспитываете чемпионов страны и чемпионов мира. Спасибо. Я хочу всех поздравить с этим праздником русского хоккея, потому что сегодня все молодцы. Динамо просто совершила замечательный скачок второго места. Это действительно большая удача, победа, заслуженная игра. Конечно, жалко, что немного хватило до первого места, но Хабаровск был сегодня сильнее и заслуженно победил. Я поздравляю всех любителей профессионалов русского хоккея с этим праздником. Русский хоккей сейчас на подъеме. Мы побеждаем во всех международных турнирах. И я уверен, что так будет дальше. С праздником вас, русского хоккея. Давайте присоединимся и к поздравлениям победителей. Я поздравляю дальневосточников, сибиряков с победой. А динамовцам тоже поздравляю. Вам есть еще к чему стремиться. Всего вам доброго. Ну и с праздником русского хоккея, который, к сожалению, заканчивается, потому что заканчивается сезон, и нужно ждать теперь уже осенних месяцев, чтобы возобновить игры. Ребята, давайте, подъезжайте. Ну и вот динамовцы свои медали получили, а теперь награждение победителей. И еще раз давайте вспомним, что бронзовым призером чемпионата России впервые стала команда Уральский Трубник, представляющая Первоуральск, город, который очень много дал замечательных мастеров русского хоккея, игравших в других командах, игравших за сам Уральский Трубник. Вот первые медали и Первоуральцы привезли уже в свой родной город, обыграв в серии за третье место Иркутскую Байкал Энергию. Выграв два матча из двух в этой серии, 6-5 и 7-2. Ну, а здесь награды получают представители Хабаровского СК «Нефтянника». И главные поздравления, конечно же, им. Тем более, что это золото у них третье подряд. И, повторю, золото самое, что ни на есть убедительное, потому что такого превосходства, да, с соперниками своими, хабаровчане не показывали, да, то есть, ну, не было оно таким значительным, как в сезоне нынешнем. Ну, и теперь мы ехать, отмечать эту победу уже у себя дома. Ну, а мы, наверное, будем прощаться с командами, будем прощаться с этим видом спорта до ближайшей осени. Ну, и еще раз спасибо самое большое нашим болельщикам, которые смотрят русский хоккей вместе с нами. Хабаровск, с победой! Всем спасибо! Михаил Медников для вас комментировал этот последний матч сезона, который проходил в спорткомплексе «Крыланское». Всем счастливо! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok